Все на Иволгу! Здравствуйте! Вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня руководители трёх смен молодёжного форума. Поколение добра, патриоты, малая родина, большие возможности. Сергея Андреяна, Светлана Глимулина и Дмитрий Хмелёв. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, готовы? Готовы! Все готовы? Готовы! 14-го числа, да, это день заезда, то есть или кто-то раньше, или вы раньше поедете, или вы тоже 14-го? За два дня, 12-го. Вы уезжаете 12-го, чтобы всё подготовить? Конечно, нам нужно подготовиться к встрече наших гостей. Наши инструкторы также заедут заранее для того, чтобы все палатки были готовы, чтобы наши шатры были готовы, чтобы мы были настроены к встрече наших участников, и уже 14-го встретим их на поляне. Что будет в первый день? Какое-то торжественное, не знаю, открытие, торжественная встреча, или сразу в работу вступаем? У кого как, Сергей? Ну, участники заезжают, мы их встречаем традиционно в буквах Иволга, после чего заселение и инструктаж. Инструктаж по технике безопасности, по культурной программе, непосредственно знакомство с лагерем обязательно проведем, экскурсию. Ну и вечернее торжественное открытие обязательно будет. Светлана, много ли народу приезжает к вам в этом году? На форум приедет более 2000 участников, а на смену от 180 до 400. Например, на моей смене будет 180 участников, а на смене инноваций технического творчества – 400. Потрясающе, слушайте, это колоссальное, конечно, количество молодежи. Дмитрий, вот ваша смена называется «Патриот». Насколько все-таки, на ваш взгляд, ребята, наши молодые люди, вот та молодежь, которая приезжает на Иволгу, они патриоты, они искренние патриоты? Это можно увидеть вот так вот в общении, пока идет форум? Ну, мы уже увидели до общения, судя по проектам, потому что каждый участник, чтобы попасть на форум Иволгу, должен был предоставить проект, зарегистрировать его. Мы делали конкурсный отбор среди проектов, и уже судя по проектам, мы можем сказать, что люди едут не формально просто гулять по Иволге, а едут своими целями, амбициями, с уникальными, хорошими проектами, которые нас удивили и обрадовали. Что люди едут целенаправленно на смену «Патриот», целенаправленно защищают свои патриотические проекты. И это, ну, вот, мне как руководитель, конечно, очень обрадовало. Всегда на Иволге можно встретить интересных людей и, ну, так называемых, да, там, первых лиц, каких-то там, вип-персон и так далее. Также приезжают какие-то даже, не знаю, герои сериалов, да, ну, актеры, я имею в виду, какие-то ведущие известные и так далее. Кто приезжает в этом году, Сергей, давайте с вас начнем, кто у вас такой будет интересный, может быть, не сильно знаменитый, да, но тем не менее вы этого человека будете позиционировать как весьма полезного для ребят? Ну, у нас смена добровольческая, и у нас будут руководители добровольческих организаций, либо истинные, сказать, добровольцы, которым этим занимаются, и кто готов по своему направлению реализовывать свои проекты. И, конечно, им интересно встречаться со своими, так сказать, ну, либо гурами, либо же профессионалами, которые уже добились каких-либо целей. Вот у нас в рамках этого года соберутся все руководители практически главных всероссийских общественных организаций, это вот всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», которое курирует все движение патриотическое, и по 9 мая, и адресную помощь, и все остальные мероприятия. Это и сопредседатель ассоциаций волонтерских центров России, и Метелев Артем, он будет также. Российское движение школьников у нас будет также представлено. Поэтому волонтеры-медики, это как раз те, кто, наверное, может быть, там год, пять лет назад только начинал свои движения, и также участвовал в таких форумах, которые проходят у нас всероссийские, там, не знаю, Селигер, территория Смыслов, Таврида, а сейчас уже являются крупными лидерами общественных всероссийских организаций. Вот с этими людьми они смогут пообщаться и узнать, как, может быть, через год, а может, через пять лет стать тоже такими же известными. Светлана, кто едет к вам, какие-то особые люди по тематикам, тем более, что, ну, такое даже само название смены, малая родина, большие возможности, да, они, я так понимаю, отталкиваемся, именно приедут ребята, которые из каких-то, может быть, небольших населенных пунктов родом, да, но, тем не менее, уже готовы внести свою лепту в масштабах страны. Ну да, наши участники, это сельская молодежь, в первую очередь, это студенты аграрных вузов со всего Привелорского федерального округа, это именно те ребята, которые хотят развивать свое село, свое сельское поселение, кто-то хочет создать бизнес, крестьянское фермерское хозяйство, кто-то хочет социализировать, создать какую-то площадку, сделать туристический комплекс или объект, может, кто-то хочет сделать музей. На самом деле, огромное количество проектов, они все разные, отбирал проекты по Самарской области, в итоге, среди участников нет ни одного одинакового повторящегося проекта, элементарно даже по созданию агробизнеса. То есть настолько у ребят как бы разное мышление. Но, конечно же, мы хотим им дать все самое лучшее, самое интересное. Из гостей, из больших гостей мы ожидаем представителей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Конечно же, это Министерство сельского хозяйства Самарской области, которое в этом году очень хорошо работает с нашей сменой, очень во многом помогает, они заинтересованы в дальнейшем для того, чтобы наш регион, наша молодежь обучалась, продолжала здесь жить, работать на своем селе. Ну и, конечно же, мы ожидаем Дмитрия Колычина, который в прошлом году с нашей сменой уже сдружился и вновь приедет к нам в гости. Хочется поподробнее поговорить о проектах, потому что все-таки, как ни крути, на Ивелге это самое интересное, это те проекты, которые представляют ребята. Вы эти все проекты знаете, вы уже ознакомлены, Дмитрий. Вот о вашей смене какие, на ваш взгляд, не то что даже самые интересные, а может быть самые необычные проекты, есть какие-то идеи, которые не из года в год, да, вокруг да около ходят, а что-то такое, что вы первый раз увидели, прочитали, услышали, и вот хочется поближе познакомиться с этим. Конечно, есть. И проекты, говорю, вроде уникальные. Просто, ну, чем человек живет, чем дышит, потому что еще на начальной стадии формирования проекта, когда спросили, я объяснял потенциально участникам, что не надо мучительно выдумать из головы патриотические проекты. Ничего, это не получится. Просто вот взять и выдумать. Я говорю, вы в себе покопайтесь, потому что каждый из вас что-то в жизни хотел сделать хорошее. Вы найдите это в себе. Вспомните это, не стесняйтесь, потому что патриоты, они еще, по сути, очень скромные. Я говорю, и попробуйте свою добрую идею хорошую довести до стадии проекта. Ну, в принципе, это получилось. Читая проекты, там есть и патриотическо-экологические проекты, и тоже пересекаются с малой Родиной, также пересекаются с волонтином, потому что мы все три смены, мы друг-други. Да, на самом деле, очень неподобранно так сейчас. И любой наш участник может в этой работе, потому что мы будем и с вами, и с гостями меняться. Потому что люди, мы подорвали все это, кто живет в этом, в малой Родине, в волонтерстве, в патриотизме. И поэтому проекты будут, ну, я не хочу загадывать, но, так скажем, три проекта, три проекта, которые я рассмотрел, которые, конечно, надо будет доработать на смене, но по значимости, по значимости, ну, я думаю, на уровне Бессмертного полка будут. Вот так. Потому что, да, все цели, моя работа, работа моей команды, чтобы среди множества проектов, хороших проектов, все-таки хотя бы один проект, который будет работать не год, не два, не три, а который выйдет на федеральный уровень. Потому что я понимаю, сколько стоит Иволга, сколько денег в него вклад в государство в не наше трудное время, в молодежь, и поэтому, я считаю, должна быть какая-то отдача. Вот мы себе поставили планку. Среди, так скажем, сотни проектов, отобрать, подготовить такие проекты, которые скоро про них все услышат, на федеральном уровне, и будут все, что проект родился на Иволге. Вот цель, я считаю, нашей команды. Замечательно. Я вам только успехов желаю. Это сверхцель. Мы ее поставили, и все будет делать для того, чтобы она превратилась в жизнь. Вот, в принципе, наши такие амбиции. Здорово. Ну, амбиции – это хорошо, мне кажется. Светлана, отделяя зерна от плевел, да, как бы все-таки, можете выделить те проекты, которые, на ваш взгляд, действительно могли бы работать, ну, при идеальных условиях, да, если помочь, если развить, там, и так далее. На самом деле, вот, просматривая проекты ребят, да, некоторые из них еще на стадии идеи. У ребят что-то зародилось, они что-то хотят, вот, а вдруг, если я сделаю так, оно получится. Запомнилось много проектов. Самый, наверное, необычный проект – это крестьянско-фермерское хозяйство. Улиточья ферма. Даже такое было, да. Я была очень удивлена. Ребята очень многие вдохновились проектом, победителем прошлого года. Девочка с Самарской области, Настя Денисова, она выиграла, у нее был проект «Сырный дом». У нее козья ферма, и она создает, делает сыр из козьего молока. И в этом году я видела четыре проекта, которые так или иначе связаны с козьим молоком. Добавление шоколада в козье молоко, также создание мороженого из козьего молока, еще пара таких проектов. То есть они как бы вдохновились, Настя, на идеи, и тоже хотят продолжать этим заниматься. Конечно же, очень приятно видеть социальные проекты, когда кто-то хочет воссоздать музей, который есть на территории села, кто-то хочет улучшить инфраструктуру, кто-то хочет сделать площадку для детей, на которых можно было бы заниматься. На самом деле, вот каждый проект, на который смотришь, радуешься на него и думаешь, вот хорошо бы, если мы с тобой вот еще позанимаемся, мы с тобой все это подучим, ты пройдешь, и твой проект победит. Ну, на самом деле, вот наша задача является то, чтобы те ребята, которые приехали на Иволгу, ну, пять человек получат грант, 180 участников, пять из них будут победителями. Хочется, чтобы каждый из них продолжал свое дело. На самом деле, идея замечательная, и далеко не для всех для них нужны какие-то деньги для воплощения в реальность. Мы хотим вести ребят дальше, для того, чтобы они продолжали заниматься, чтобы воплощали все-таки свои идеи. Она не оканчивалась на периоде, на 24 июня, когда все у нас разъядуется, а чтобы они в дальнейшем тоже это воплощали в жизнь. Сереж, что можно придумать еще в плане волонтерства и добровольчества? Не все еще придумали? Нет, не все, потому что в этом году, на самом деле, на форуме Иволга будет уникальная возможность. Такого еще никогда не было ни на одном молодежном форуме. Это организация волонтеров серебряного возраста. Это актуальная тема. Это люди, которые за 50, которые, к сожалению, не могут стать участниками, потому что возраст ограничен от 18 до 30. Но они могут приехать волонтерами, и впервые такое на форуме, можно сказать, произойдет на Иволге. В свое время была Иволга первая, на которой были инклюзивные добровольцы. В этом году она первая, которая будет с волонтерами серебряного возраста. 20 человек со всего Привожского округа у нас съедутся и будут участвовать тоже так же в программе, будут помогать при организации смены. И это, я считаю, одно из достижений, которое будет этого года. Слушайте, это прекрасно. Но все равно какие-то люди с определенной внутренней структурой вот так вот поедут, которые готовы бросить тут все, на 10 дней вырваться из какой-то привычной обыденной жизни и побыть волонтером. Они что-то в юности недоотдали, получается? Ну почему недоотдали? Ну кто такие волонтеры серебряного возраста? Это те же самые пионеры, комсомольцы. В принципе, ну плюс 20-30 лет, и мы тоже будем теми же самими волонтерами серебряного возраста тех же самых лет. Поэтому им тоже интересно участвовать, им это все очень знакомо. Был колоссальный конкурсный отбор, вы не поверите, что это было. Сколько человек подавали заявки? Первый форум 60 человек подало заявки, пришлось 20 отобрать. Очень многие переживали, почему не отобрали там меня. Но квота есть квота, я думаю, что если все будет удачно, то на следующий год, возможно, мы увеличим. Хочется вот какой с вами еще момент обсудить. Вы, люди уже взрослые и опытные. К вам едут ребята, ну вот, да, сейчас только что проговорили, от 18, ну пусть до 30 лет даже. Многие из них, ну, не умеют представить, может быть, свой проект. Они, может быть, скромные. Они не умеют выступать на публику, да, то есть есть все равно такие моменты. И как вот тут вот сделать так, чтобы произошел вот этот коннект того, что у ребенка, у этого молодого человека хороший, качественный проект, но он сам совершенно не может его представить. Как с ним работать, как вот эту работу проводить, как вы ее проводите, чтобы этот молодой человек перестал стесняться, не был таким застенчивым, может быть, и подобрал, мог подобрать нужные слова для презентации этого проекта. Потому что презентация – это же не последняя вещь. Правильно? Может, я скажу со своей стороны. На самом деле, те, кто живет своим проектом, и тот, кто его реализует и готов реализовать дальше, вот как раз такие границы у них нет. Конечно, в рамках каждой смены из наших первые два дня у нас посвящено социальному проектированию, где их учат правильно поставить акцент на цель, на задачи, на смету, потому что, как мы уже говорили, в итоге получают участники финансирования на проект победителя. Но если он этим проектом живет, то никаких границ нет, глаза горят, эксперты конкурса проектов прекрасно видят, что настоящий проект, и он будет реализован в дальнейшем, а это самая главная гарантия того, чтобы поддержать проект. Поэтому лично мы всегда смотрим на качество, конечно, прописания, ну и на сколько человек им живет. Светлана. Ну, я бы хотела сказать, что каждый эксперт, который присутствует на Эволге, он всегда видит, на самом деле, каким образом проект этот писался, хочет его человек в дальнейшем реализовывать или нет. Они всегда помогают. Задача экспертов — это не только ставить оценки в табель, это еще и помощь в раскрытии потенциала того участника, который перед ним выступает. В этом году у нас также консультанты будут. То есть каждый эксперт, который приходит и выступает, он может не ограничивать себя тем временем, который прописан в программе. Каждый участник, который подходит и задает какой-то вопрос, всегда отвечает, всегда помогает. У нас есть после тренинговая программа консультирования. То есть ты приходишь к своим проектам и говоришь, а как, а что, помогите мне, пожалуйста. И всегда, конечно же, есть помощь. Но мы стараемся в любом случае, так как мы люди опытные, не первый год на Эволге, приходим всегда в лагерь, мы спрашиваем, разговариваем, общаемся с ребятами. И, конечно же, мы им советуем общаться в первую очередь друг с другом. Потому что тот опыт, который есть у ребят, они могут передать его друг другу. Что-то где-то услышат новое, пообщаются, друг другу расскажут. Мне кажется, это даже одно из самых главных вещей, вот то общение, которое они получат внутри форума, между собой. Это просто площадка, да, вот мои 200 человек, там у Сережи еще 250 человек. И у них у всех одна общая идея. И они могут, общаясь между собой, действительно создать что-то такое новое, большое, великое, что потом в дальнейшем будет вот как у Дмитрия, возможно, какие-то такие огромные масштабы, воплощения. Дмитрий, ну вы уж совсем тертый калач, опытный. Нет, ну на его как раз я первый раз, моя презентация его... И имеют работу с молодежью. Ну и с молодежью, так скажем, ну не совсем так, чтобы с молодежью работать. Но мы пошли как, уже на стадии отбора, когда к нам обращались потенциальные участники, с вопросом уже их, ставили на них маячки, и видно заинтересованность. И уже изначально стали им как-то помогать. А чтобы, правильно говорить, улучшить уверенность в людей, мы пошли таким путем. Ну мы не стали с вас какие-то большие, какие-то сверхзадачи, там выставить примеры, мы пошли от себя. И постарались донести до молодежи, что любой проект, пускай он районного масштаба, городского, областного, федерального, международного, что он в жизнь, его можно воплотить. Можно. И за примеры я ставил свои проекты, которые воплощенные, там деревенские, городские, областные, федеральные, выставил свой международный проект, что при желании можно осуществить и международный проект, который будет работать на поколении. И вот этим я в них душил, в них уверенность. Что, ну, надо начинать с себя. Если ты берешься что-то приносить, кого-то воспитывать и обучать, ну, я считаю, неправильно ссылаться на какие-то там старые, авторитетные учебники, школы и так далее, и так далее, надо начинать с себя. А если ты сам, как человек, можешь поставить себя в пример и именно быть профессионалом своего дела и научить уже на примере себя, чтобы того, что мы ближе. Если брать тот же там бессмертный полк, что даже у нас Сергея Лупенкова, но очень далеко его, виртуальная личность, про которую тоже до последнего времени мало кто знал. Но он далеко. А я рядом. И я покажу свои проекты, объясняю вам, как они зарождались, как они проходили и какой они дали эффект. И, в принципе, ну, это самое, и уже, думаю, молодые люди уже появились в них, уверены, что это осуществимо. Что осуществимо, что любая идея, она, например, бредовая, то она имеет право на жизнь, работать и быть проектом хорошим. Всегда интересно, что потом происходит с проектами. На примере, может быть, ваших победителей прошлых лет. Как у ребят, что у них сейчас, у тех, кто победил в прошлые годы, вот та помощь, которая им указала, финансовая помощь, которую им указали, как они распорядились, работают ли сейчас эти проекты, и что из этого работает, насколько это успешно, и насколько это честная история. Мы каждый год приглашаем победителей, смену, в первую очередь, там, тех ребят, которые из Самарской области, потому что им немного проще добраться в Тейвелге. Ребята рассказывают о том, как у них, что и где. Ну, конечно же, самый яркий пример, пример прошлого года, потому что он свежий. Денисова Настя, проект «Сыроварный сырный дом». У нее свое крестьянско-фермерское хозяйство, она разводит козочек и делает сыр. На самом деле, очень здорово, что она продолжает с нами работать, Настя, она будет ребятам рассказывать о том, каким образом все-таки у нее получилось выиграть проект, что для этого нужно, как нужно с экспертами пообщаться. Помимо того, что она будет выступать в качестве победителя прошлого года, она в этом году еще работает в команде «Организация смены», и она является моим заместителем по конвейеру проектов. Поэтому мы работаем очень плотно. Конечно же, приглашаем у других ребят, которые также реализовывали свой проект, чтобы действительно рассказать правду. Не нужно ничего приукрашивать. А что не получилось? А чего не хватило? А что для этого нужно? А что будет через пару лет? Или что было пару лет назад? Приглашаем. Сереж, вот те люди, которые занимаются добровольчеством, ну, я не знаю, по-моему, это те люди, которые вот если уже занялись, то это не та история, когда через полгода, ой, надоело, чем по это, там пойду другим займусь. То есть это внутри человека, да, желание приносить какую-то общественную пользу, желание помогать людям и так далее. Вот сейчас очень действительно хорошо у нас и востребована тема помощи ветеранам, там, на 9 мая их все приходят, рассаживают, за руку помогают и так далее. А насколько для ребят вот эта тема Дня Победы какого-то, да, вот, я не знаю, наших ветеранов, насколько она им близка, что они готовы для них делать дальше, потому что ветеранов, я думаю, ну, кто-то, может, из приглашенных будет на Иволге, но в течение года не только же во время праздников они оказывают эту помощь, не только тогда они помогают. Ну, я все-таки тогда расскажу шире, у нас в этом году не только патриотическое направление, но еще и экологическое добровольчество и популяризация здорового образа жизни. Но также не нужно забывать, что 17 числа у нас начнется Кубок конфедерации и у нас будет День спорта, приедут, послы чемпионата мира по футболу повстречаются, поэтому будет мотивация для ребят тоже встретиться и с этими людьми. Также будет День здоровья, когда у нас приедет министр здравоохранения Российской Федерации встреча с ними и у нас больница, то есть спеццентр сможет приехать и оценить здоровье любого участника добровольно и может пройти тестирование. Поэтому что они делают в итоге? Ну, вот продолжу, наверное, тему Светланы. Помимо того, что мы приглашаем победителей, по итогу за каждым победителем, потому что победители не только из Самарской области, а со всех областей, закреплены специалисты из профильных министерств. Поэтому, например, если есть сельскохозяйственная тема, то есть профильный министерство сельскохозяйственная. Поэтому они за ними и следят, контролируют и помогают, если какие-то происходят трудности. Ну, возможно, кому-то нужно выйти в какое-то профильное заведение либо в учебное заведение. Не всегда сам молодой человек, если, например, 18 лет, сможет попасть. А уже профильное министерство в этом сможет помочь и те самые наставники объяснят, и как, что нужно делать. Ну, Павел, про сережную смену, вы говорите, как они работают. Я столкнулся, Сергей, передам большое спасибо. Это 4 мая, город Уфа, поезд Победы наш, в котором я представлял свой проект. И, естественно, мы не ожидали столько народа, что придет, там порядка 5 тысяч. И 5 тысяч нужно было за 40 минут, чтобы они посетили музей. Естественно, жвачек было гораздо больше, чем мог музей, мог вместить. Поэтому было решение принято, что мы удлиняем остановку, но это тоже не спасает от такого наплыва людей, дети и так далее. И тут откуда-то появились волшебники, в белых майках, волонтеры Победы. И вот эти там 6-7 человек за 5 минут организовали все так, что мы просто стояли, уже занимались именно проведением экскурсий, мы не переживали, а тем более все-таки железы пути, это лестницы, это дети. За час они смогли сделать так, чтобы все посетили музей, всем достаточно было времени для ознакомления, и все ушли довольны, целы, живые. Вот я первый раз в жизни столкнулся с волонтерами. И я понял, как они работают. Это, все равно, профессионалы. Это не просто какое-то там новое увлечение, это работа. И работа профессиональная. Как 5 тысяч человек за час организовать, и чтобы все были довольны, и они думали, детей, ветеранов, это еще успевали на вопросы даже отвечать. Вот что, что такое волонтеры. Слушайте, ну и волга, это же не только работа, да, в которой каждый день ребята встают, идут по сменам и так далее. Это же еще и досуг, какой-то отдых, есть время и покупаться, и заняться спортом и так далее. Что планируется, потому что есть всегда же мистеры, и волга, миссы, и волга, да, какие-то такие конкурсы разные. А что будет в этом году, вы наверняка знаете. Кто знает? Ну давайте попробую я ответить на этот вопрос. Конечно, в первую очередь это обучение, это тренинги, это наши проекты, но время 5 часов, мы заканчиваем обучаться, ребята идут в лагерь, и здесь уже с этого момента начинается уже такая культурная жизнь. У нас есть специально культурная спортивная служба, которая отвечает за все эти вопросы. Конечно же, мистер, миссы, волга, конкурс в этом году также наверняка состоится. Это площадки всевозможные, где ребята могут уже немного отдохнуть от умственной работы. Кто-то может петь, кто-то может танцевать, ребята, которые там хотят заниматься спортом, они могут попрыгать на джампингах, залезть на скалу. То есть на самом деле огромное количество площадок, которые есть в тех шатрах, в которых буквально там несколько часов назад проходили тренинги. И то есть ребята, которые после 5 часов, поляна точно так же заполняется, ни у кого нет свободного времени, на самом деле. Но то, чтобы ничего не делать, да и не хочется, наверное, потому что хочется все успеть, увидеть, посмотреть, участвовать в спортивных мероприятиях, потанцевать, спеть, выйти на сцену для того, чтобы показать себя. В общем, отбой только в 12 часов ночи. Сереж, это другая молодежь? Она не такая, как вся остальная, которая на Иволгу едет? Коротко. Ой, вы знаете, я могу сказать, что все общаются вот в своем кругу. Вот мы общаемся с такой молодежью, я считаю, что у нас молодежь самая лучшая. Нам повезло, на самом деле. Да, нам повезло, и мы видим только хороших, классных ребят. Буквально вот в эти выходные идем на Волга-фест с волонтерами-волонтерами, дальше у нас следующее мероприятие, Иволга, форумная кампания. И вот с этими людьми мы общаемся, с этими людьми мы работаем. Могу сказать, что самая лучшая молодежь, это молодежь Самарского округа и всего Приворска-федерального. Дим, не боитесь устать? Да нет. Нет. Просто пока, мы, так скажем, все на позитиве, все ждем так же, переживаем, наверное, больше участников, потому что большая ответственность на нас. Ну, за что остаться, мы не боимся. Главное, чтобы все получилось. Все, что мы планируем, все наши задумки, хотелки, чтобы превратить их в жизнь, чтобы все уехали с Иволги и не забыли ее, и чтобы им хотелось снова приехать. Потому что они хозяева, а мы их обсуждали. Время наше, к сожалению, закончилось. Спасибо вам огромное, что пришли. Мы вам желаем большой удачи. 14-го числа еще раз, да, анонсируем для телезрителей, что 14-го открытие Иволги, до 24-го числа она продлится. Можно приехать, посмотреть, посетить. Ребятам удачи и вам удачи. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные, используюсь с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова